Тем более, что даже не знает, какую сумму, понимаете? Это он сейчас говорит, что я как бы предлагал. Но сейчас вопрос не в этом. У меня сейчас нет претензий никому. Я никого не обвиняю, ничто не поднял. Я просто продаю висок. Я не знаю, почему меня сюда пригласили сейчас. Я просто продаю. Я просто продаю. А если вот господин Тученко не понимает, почему Саша, я могу сказать, у него просто сын и дочка. Мне больше ничего. Вот такое вот так. Вот и все. Почему папа? Потому что есть еще люди, немножко неравнодушные к тому, что происходит. Которые видят все такое. Вот мое мнение, почему Саша, откуда он заявление, узнает прибегалка. Ну, как любой гражданин. Я прошу слова, чтобы насчет лукавства просто вот это дело все-таки зафиксировали. А я хочу ответить, ну, можно сказать, вопросом на вопрос. И по логике получится ответ. Так вот слушайтесь в одну вещь. Антощенко, который, как говорится, претендует на эту территорию. Я заявляю, что я ее не видел. Если дальше будет вот такой разговор, смотрите на лицо представителя администрации. Я готов буду этот парк отдать. Если дальше будет это. Ну, мы вернемся к четырехлетнему дальнейшему сроку, когда там будут вороны. Когда будет уголовно наказуемое преступление. Двадцать восемь лет. Я не говорю проступка в административную. Главное наказуемое. Трупы, изнасилования, грабежи. Это в то время, когда мое предприятие не занималось этим парком. Я прошу, пожалуйста, представителя сказать. Это так или нет? Парк действительно был не выбранный, был заложен. Действительно так. Да, это два. И третье. Когда мы границы парка приводили в порядок, как границы. То есть устанавливали заборы. Мы обошли этот островок стационарным забором. Показав то, что это не наше. Так вот, этот забор насчет лукавства стоит до сегодняшнего дня. И вот это под действительным фактом и подтверждением. Но когда человек претендует, он не устанавливает стационарный забор, чтобы потом его срезать. И устанавливает по границам, как он считает, того, что ему сегодня надо. А забор был другой. И в 10-м и 9-м году, когда начались споры. Как бы и поднимались вопросы. Опять бульдозировал. Каких-то там, не знаю, сносов в этой площадке. Я просто задался вопрос вот этому человеку. Вы готовы заплатить мне деньги? Он сказал, нет. У меня денег нет. Не ври. Я готов. Что ты бьешь? Ну подождите, но я с вами наоборот буду. Я готов вам по месяцу. Наоборот, если хватает. Оформить доллар субарендой, когда в то время по тому законодательству он был запрещен. То есть постоянно были провоцирующие предложения для того, чтобы у меня был разложен доллар. Но вы же до конца говорите правду насчет лукавства. И за 4 года, ну давайте прямо говорить, я давно забрал бы эту землю, если бы она мне нужна. Поэтому вас оставили в покое. И заметьте, с 10-го года, сегодня уже лето, опять же 12-го года, 2 года, никто не поднимал никаких вопросов до того момента, пока вы не начали продавать кафе. Как только вы начали продавать кафе, давайте будем откровенными. И я тогда вам скажу уже до конца правду. Без этой площадки законно оформленной, которая привлекает в ваше кафе посетителей, кафе ваше не нужно никому. Поэтому вы сегодня ставите вопрос прекращения своего бизнеса с продажей этого кафе и оформлением официально этой площадки под это кафе. Ну давайте уже, как вы говорите, не лукавить, а говорить прямо. Поэтому вы меня, конечно, извините, но я, наверное, много отнял времени, но я думаю, достаточно логичных ответов, зачем сегодня поднимается кафе. Зачем сегодня человек, как он говорит, лукавит, он бы сказал за лукавством. Ну кто вам сегодня? Назовите, пожалуйста, человека, орган, представителя, который заявил о сносе этого городка, о отборе у вас этой земли, за которую, я честно вам говорю, я хочу. Ну скажите, назовите прецедент, который вызывает сегодня вот это обращение. Ведь этот человек, как вы говорите, у него маленькие дети, без прецедента, то есть без поднятия этого вопроса вряд ли бы писал сюда город. Наверное, ж вы со своей мыслью настроили этого человека на это. Ведь два года до выбора никто не поднимал этот вопрос. Вы спокойно собежали за эту землю, он исполком уплатил кто-то, ту, которой вы пользовались, и брали с машины, с батута в деньги. Я вообще понять не могу прецедент. Вы можете меня обвинять в чем хотите, но если мы возьмем платежки, кто платил за землю, кому по доллару аренду она принадлежит, и отсутствие этих заявлений, наверное, это вызывает сегодня, извините, стоничество с вашей стороны. Вот и все. Вот и все, что можно пояснить. А у вас одни догадки, мысли, подбуривание людей на социальный, извините, бардак. Да хватит нам уже этой грязи. Давайте спокойно работать и делать свое дело. А причина, еще раз говорю, этого скандала подбурена, как вы видите, догадываюсь я, вами. Для того, чтобы узаконить эту часть земли, которая привлекает туда людей, и чтобы ваш бизнес продался очень хорошо. Вот и все. Вот и все. Поэтому, если я буду, заявите сейчас перед камерами о том, что вы готовы островов передать в коммунальную собственность, и далее, я обещаю вам, я готов отказаться от этого, вот прямо сейчас заявляю, я готов, если земля сегодня перейдет в коммунальную, вернется собственность вместе с тем майном, который она сегодня там расположена, не востребовать за Росполкома и не иметь никаких претензий к тем деньгам, которые были оплачены за эти годы. Товарищи журналисты, принимается предложение? А может на кафе купите? Ну выучить надо же человека до конца, я понимаю, понимаете, я понимаю, во что? Ну вы же, благими намеренными, так заявите, что вы передаете имущество. Я заявляю только одно, я вас очень прошу, свои догадки, вот вы знаете, вы видите себя очень немножко некорректно, почему? Вот эти догадки, что я поднимаю людей, я вас очень прошу, оставьте эти догадки, пожалуйста, при себе, мне просто даже неприятно это слышать. Ну так передайте имущество, я отдал это в собственность. Я отдал это в собственность, вот две аттракционы, которые в сотни тысяч гривен, сегодня готов передать этот парк, вот часть этого парка, где аттракционы все, на баланс того же корабельного района. И пусть они и не за него отвечают. Тот стадион, который я построил, он что мой? Не отыграют все. Так вот я отдал честно людям, возьмите пользу. Чего же вы не передаете? Ну скажите, вы же для людей, вы же переживаете за этих маленьких детей. Юрий Михайлович, я хочу сказать одно, что сегодня я, вот заявляю, что я просто продаю сегодня свое строение без каких-либо сооружений. Потому что я владею только все остальное. Сейчас это стала как бы проблема людей. Я тогда как бы сдерживал, чтобы оно сохранилось. Теперь я ухожу. Ни больше, ни меньше. Я продаю только. Вот продам за сколько, за столько продам. Я понимаю, что это уже будет не бизнес, а просто строение. Просто строение. Но я продаю только это. Ни больше, ни меньше. Все ваши догадки. Это ваше немножко воображение. Вот как бы. Спасибо большое. bits ампыли?